Да, мы уже в эфире, мы уже в эфире, и, по-моему, никто не видит этого, кроме Анж. То есть мы добавили только себя. О, это великолепно. Это так замечательно, чтобы видеть, как мы добавили напоминалку, почему мы все собрались здесь. И я такая включила и посмотрела, какое замечательное интро. Но мы можем это повторить. Я всегда думала, что ты так хорошо в этих интро. Но мы сначала... Я хотела бы рассказать, почему мы здесь собрались третий раз с доктором Дэйном. А что, если пришло время закончить стигму всех дискуссий? В этих дискуссий, в которых мы страдаем по поводу стресса, раздражения, депрессии, зависимости, ПТСР и других. Очень много людей говорят, что они одиноки до того, как раскроют для себя инструменты Access Consciousness. И мы собрались здесь, чтобы рассказать вам, что вы не одиноки и являетесь подарком для этого мира. Больше информации – accessconsciousness.com. И вот, это было гораздо более официально. Мне это очень понравилось. Добро пожаловать всем. И добро пожаловать, доктор Дэйн. Спасибо, что ты с нами сегодня. С огромным удовольствием. И всем привет. Привет. Замечательно вас всех видеть. И сегодня 10 сентября. И сегодня день осознанности суицида и превенции этого, предупреждения этого. Да. Да, продолжай. И многие делают совершенно другие вещи с этим днем, с этим месяцем. Также октябрь является месяцем психического здоровья, и Access стал частью этого. И ты, и Гэри Даглас, создатель Access Consciousness, мы посмотрели на весь мир. И как мы можем использовать инструменты Access Consciousness и рассказать людям, что это также является одной из опций. И мы сделали целую кампанию по поводу того, чтобы не быть одиноким. И сегодня мы собрались, чтобы поговорить. И ты тоже был в том месте, где ты планировал свое самоубийство. И ты там был, и ощущал себя одиноким, и сейчас используешь огромное количество инструментов Access Consciousness для того, чтобы изменить все. И спасибо, что ты согласился на этот разговор. И где бы ты хотел начать? Для меня это так классно быть на этом разговоре. Это также очень личный уровень. И осознавать, что это мировой уровень. И я очень благодарен, что я живой, и что я не выбрал 20 с большим лет назад покончить жизнь самоубийством. Это самый огромный подарок, который у меня есть. И в том месте, где я был, у меня было... Впервые в своей жизни я потерял надежду. И я всегда знал, что гораздо больше возможно. И у кого всегда было ощущение, что завтра я создам что-то совершенно другое, чем сегодня. И в какой-то момент в своей жизни я проходил семинары, тренинги. И я осознавал, что это не меняется. И в какой-то момент я сказал, Вселенная, у тебя есть еще шесть месяцев. И я запланировал свой день. И я знал, как я это сделаю. И я знал, что я с этим справлюсь. И я делал это не потому, чтобы сделать кого-то виноватым. Я делал это для того, чтобы выбраться из страданий и недостатка счастья, который у меня был многие годы. И очень интересно, неделю назад я увидел, через неделю после этого я заметил объявление в газете. Там стояло «Эксесс», «Все в жизни приходит с легкостью, радостью и великолепием». И я позвонил ей и сказал, что «Что ты знаешь по поводу легкости, радости и великолепии? И я только страдаю». И каким-то образом я выбросил эту газету на следующей неделе. Единственное, что стояло в этой газете для меня, это только все в жизни приходит ко мне с легкостью, радостью и удовольствием. И только когда вы что-то любите или ненавидите, то там что-то присутствует для вас. И я позвонил ей и сказал, «А что ты можешь делать для меня?» И она сказала, что, возможно, самое замечательное место, с чего мы можем начать, это «Эксесс-бары». Это 32 точки, к которым мы прикасаемся. И в самом худшем случае ты будешь ощущать, что ты получил массаж. В самом наилучшем случае вся твоя жизнь может измениться. И в моей голове прокрутилось, что моя жизнь должна измениться, потому что иначе я покончу жизнь самоубийством. И я помню, что она пришла ко мне в практику, и я лежал на массажном столе, который я ненавижу. И я лежал в своем офисе, который я ненавижу, и она разместила свои руки вокруг моей головы. И это было так великолепно. Я просто распаковался, я даже не знал, что я мог быть таким. И через 15 минут энергия трансформировалась в такие смешки, и я просто «хи-хи-хи-хи-хи», и я смеялся, хихикал, как маленький ребенок до конца сессии. И это было такое чувство пространства, которое у меня было, чувство благодарности. И я думал просто, если это вот так вот может быть, чтобы оставаться в жизни, то я останусь. И это самый великолепный выбор, который я сделал в своей жизни, чтобы продолжать жить. И тогда я начала узнавать, что такое access consciousness, и это не то, что я хотел кому-то доказать, что я могу справиться с этим сам. И я просто начал иметь эту благодарность за каждый момент своей жизни, и за тот факт, что я могу дышать, и использовать все, что мне приходит в жизни. И вещи начали меняться, и через недели то пространство, где я думал, что это невозможно, которое невозможно было, чтобы существовало, оно начало проявляться. Это было как будто бы вы из своей мечты, свою мечту приглашаете в свою жизнь. И я очень часто говорил, что, первое, вы на самом деле не одиноки. И вы не самый странный, вы не какой-то сорт. Вы, видишь, у нас начались технические вещи проявляться у нас. Мы сделали водное видео, показали, и теперь начинают проявляться технические вещи. Вау, супер. И что я хотел рассказать людям, это что люди, которые находятся в этом месте, это не то, что место, что вы уже должны решить, что вы хотите заняться самоубийством. Просто есть огромное количество людей, которые на данный момент находятся в стрессе. И я хочу быть просто приглашением, чтобы разобраться, что на самом деле возможно для нас, и что возможно для нас за гранями нормальностей. И для огромного количества людей это просто необходимо. и я работаю более 20 лет с огромным количеством людьми, и которые делают выборы, которые мы даже не могли вообразить. И на самом деле есть выбор, в котором вы можете сделать свою жизнь хуже. И сегодня это не то, что я говорю, что это все хорошо, продолжайте живить. Это просто вы можете жить, и то, что вы наживаете с жизнью, это просто может быть подарком, когда у вас есть инструменты, чтобы проживать это, вместо того, чтобы жить в том сумасшедшем мире, в котором мы живем. Это не то, что я буду говорить, что этот мир не долбанутый, потому что этот мир на самом деле уж сумасшедший. И когда вы живете в морковном супе за 20, 30, 40, 50 лет, и кто-то вытаскивает тебя и смотрит, ты выглядишь как морковка, ты по цвету как морковка, ты даже на вкус как морковка, но ты не морковка, это просто суп морковный, в котором мы плаваем. И это просто наш мир не является этим морковным супом. И просто люди пытаются нас разместить в коробочке кого-то другого, которые не то, что делают нас такими, но мы пытаемся подстроиться под это и сыграть свою роль в этом, вместо того, чтобы посмотреть, каким великим подарком мы являемся для этого мира, и что что-то совершенно другое возможно. И пригласить других людей, таких же, как мы, во что-то совершенно другое. Ты рассказал очень много удивительных вещей. И первая твоя сессия баров, и что это изменило. И я просто хочу рассказать людям, что одна из вещей, которая будет проходить в этом месяце, многие люди дают бесплатную сессию эксцесс-баров. Это более 300 тысяч человек на планете, и 10 тысяч фасилитаторов дают в этом месяце бесплатные сессии баров. И вы можете даже перейти на сайты, посмотреть на фасилитаторов в вашей стране, посмотреть, может быть, кто-то есть рядом с вами. Но если вы свяжетесь с ними и спросите, дают ли они сессию, и они будут рады это сделать. И это не то, что когда вы не включаете эксцесс-бары, ничего не изменится, но это часть того, что может измениться, чтобы что-то произошло. И я пришел на эту сессию в депрессии и с мыслью о самоубийстве, а вышел совершенно другим живым человеком. Это не то, о чем мы можем рассказать. То, что вы можете сделать, это просто дать им прожить это. И мы начали то, что давали эксцесс-бары, которые уменьшают стресс и депрессию. И это были замечательные сессии. Это не то, что мы для того, что говорим, что мой опыт будет также опытом для других людей, но это может быть возможным. И есть также еще тысячи инструментов, которые могут изменить вашу жизнь, особенно когда вы желаете что-то изменить, когда вам что-то не нравится или вы застряли где-то и ищете что-то легче и великолепнее. Но также то, что вы хотели бы создать. У нас есть огромное количество инструментов для созидания. Вы можете создавать свою жизнь, свой бизнес, деньги, отношения, тела таким способом, как вы хотели бы. И ваша уникальность – это подарок. Огромное количество людей прямо сейчас смотрят на весь этот стресс, и у них даже нет никакого ощущения, что «Вау, я не хочу быть здесь» или проживать свою жизнь. Ну, проживают свою жизнь в травме и драме. Но также есть огромное количество людей, которые просто не понимают, почему они пришли сюда и не хотят больше быть здесь, которые могли бы на самом деле изменить мир, то, каким способом они проявляются. И что если вот опыт, который есть у вас, то, как вы функционируете здесь, включая сумасшествие всего этого мира, а что если это то, что запрашивает измениться вместо того, чтобы попадать в это снова и снова? Что если есть совершенно другие возможности? И представьте, что это одна из возможностей для того, чтобы открыть дверь и войти туда. И просто попробовать, почему бы и нет. А как ты начал использовать эту осознанность для своего приключения? Потому что я знаю, есть огромное количество статистик, но огромное количество людей, которые ощущают, что они хотят закончить свою жизнь. И очень многие люди... Одна подруга моя сказала, что огромное количество людей сейчас стоят на пороге того, чтобы принять решение, допустим, с короной. Огромное количество людей, которые ощущают себя заключенными и хотят выбраться из этого. Что для тебя было на этой планете? Что ты взял для своего приключения? И ты посмотрел на это, что, о, Господи, для меня это было, например, начать задавать вопросы вместо того, чтобы приходить к заключениям. И один из вопросов, что правильного во мне, что я не понимаю, или что правильно в этой ситуации, что я не понимаю, потому что у нас есть точка зрения, что я неправ и все неправильно. Вот это неправильно, значит, я неправильно. Вот это неправильно, значит, я неправильно. Но если ты спросите, что правильно обо мне, что я не понимаю, что правильно в этой ситуации, что я не понимаю, и вы начнете распознавать другую возможность, и в этой точке вы раскрываете совершенно другие возможности. Смотрите на то, что возможно. И нам не нужно менять все на свете. Все, что нам нужно, это просто пространство в этом сжатии. Как только мы задаем этот вопрос, у нас появляется снова надежда, и мы можем изменить вещи. Так что задавать вопрос, это дает вам способность открыть дверь в новое созидание, в новые изменения. И другой вопрос, кому принадлежит это дерьмо? Мы как будто бы радиоприемники, которые принимают огромное количество информации. Когда вы были в каких-то отношениях, когда вы сидели и думали, что нужно позвонить подружке или нужно позвонить моему другу. Почему? Потому что вы энергетически воспринимаете то, с чем они сталкиваются, и когда вы признаете, что у вас есть эта осознанность, мы распознали то, что 99% ваших мыслей, чувств и эмоций, в которых вы застряли, не принадлежат вам, они принадлежат людям вокруг вас. И что, если вы можете просто представить, что вот эти вот вибрации или фреквенции на планете, что распространялось в последние два года, это было очень немного сумасшествие, но также не сумасшествие, но просто это было очень волнующе, предупреждающе, тревожище, и мы подстраивались под это все, и огромное количество людей были в паранойе, они боялись, были в стрессе, и мы участвовали в этих волнах, в этих вибрациях, вместо того, чтобы задать вопрос, кому это принадлежит, мое ли это, и если это не твое, то вы всегда можете отправить это назад отправителю с прикрепленной осознанностью, и вы можете перейти... У нас есть апп, который вы можете скачать, и там есть огромный, замечательный инструмент, потому что это замечательное дополнение к барам, чтобы выйти из сумасшедшего вашего мозга, и если вы от этого освободитесь, то вам придется только справляться с чуть меньше, чем 2% тех мыслей, чувств и эмоций, которые принадлежат вам, так что вопрос, кому принадлежит, это вопрос и также инструмент, и что еще возможно за гранями того, что возможно, что вы еще никогда не представляли. И все, что делает вас легче, это является правдой, то, что делает вас тяжелее, это делает вас сложнее, и то есть, когда вы получаете, или какая-то легкость проявляется, или вы улыбаетесь, то это ощущается для вас легче. И посмотрите, пожалуйста, как ощущается, ощущается ли легче для вас. Вы являетесь подарком для мира. Вы и ваша осознанность, это возможности, и реальность, и того, что возможно за гранями этой реальности, и является подарком, если вы не будете убивать этот подарок. Но в этом мире огромное количество людей, они находятся в драме, и они делают это важным, и они говорят, что да, я буду бороться с этим. Но насколько это меняет, но все, с чем вы боретесь, это включает и развивает то, что вы боретесь. И вместо того, что вы лежите вот тут вот на помойной яме, и когда вы начинаете, хотите с чем-то бороться, то вы опускаетесь до вот этой канализации, и там вы видите кучу дерьма, туалетную бумагу и все другие отходы, и вы становитесь, вы включаете себя в эту канализационную трубу, и вы видите только людей, которых в голове куча от дерьма. И вместо того, чтобы смотреть на то, что люди могут быть счастливыми и менять мир, потому что вы не осознаете, что никому не нужно подстраиваться и встраиваться в реальность, чтобы изменить ее. И часть этого разговора о том, что вы являетесь отличием, и ваше отличие – это красота, ваша красота, это великолепие, это самое наилучшее в вас, и это то, чем я отличаюсь, это то, что мы празднуем, и все фасилитаторы Access Consciousness празднуют это, потому что чем больше мы празднуем, это ваша уникальность, это то, что вам нужно заметить и отметить. И на самом деле я знаю, что многие люди ощущают, потому что я там был более 20 лет назад, и вы не одиноки. Это не то, что я сейчас нахожусь в этом состоянии. Я начал более 20 лет назад, у нас даже не было сайта, и у нас это было что-то удивительное, что ты мог увидеть одну строчечку в объявлениях, в газете в Санта-Барбаре. И это неважно, выберут они или не выберут, но я хочу, чтобы люди это знали, и сколько мечтателей, сколько людей знает, что у вас есть ценность, что вы не являетесь ни неправильностью, вы великолепие, которое мир хочет увидеть, и мы поддерживаем вас в этом. И просто знайте это, что есть огромное количество людей, людей, которые расширяются, мы работаем с самыми странными людьми, у нас есть инструменты, и мы не отказываемся от этого. Но мы работаем не из места, где мы боремся, мы боремся из места, что, вау, у нас есть гораздо больше, у нас есть совершенно другой уровень, вместо того, чтобы опускаться куда-то. Но вы стоите на обочинке, и вы думаете, почему все эти люди находятся в канализации? Люди, люди, все животные находятся на моем уровне, все маленькие детки находятся на моем уровне, а почему другие люди сидят в этом дерьме? Вы не можете понять это, потому что это не является вашей реальностью. И когда ты говоришь, что это такое осуждение, что ты, когда ты выбираешь быть вот тут, а не плавать вместе в этой канализации, да? И что мы делаем? Мне очень нравится. Кто-то что-то... Я хотел сказать шутку, хотел сказать шутку о России, но это не о России, это Россия. То есть то, что делает вас легче, это правда для вас. И то есть что мне нравится, что вы всегда знаете, что спросить, и что вы всегда можете задать вопрос, что я могу задать, какой вопрос я могу задать здесь и получить осознанность? И что на самом деле я ощущаю себя одиноким, или это просто я воспринимаю все, что происходит во время всей этой пандемии, что я ощущаю всех других людей? И сколько всего вы воспринимаете со всего мира? И вот я очень хорошо ощущаю огромное количество паники и недоброжелательности в последние три дня. Я знаю, что сейчас в США происходит это все, да? И что очень интересно, о чем мы говорим, это о том, что хотим вдохновить вас на то, что вы не одиноки, и это не является секретом этого мира, и в то же время быть не одиноким. У нас есть также огромное количество людей, которые находятся в своей проработке процессов, поэтому, и если вы это воспринимаете, то вы тоже не одиноки. Но что очень часто делается, они используют нашу осознанность против нас, и мы покупаемся на это, потому что мы воспринимаем, как будто бы это наше, и не важно, насколько это относится к другим людям, но это может быть очень интенсивно, но в актуальности, на самом деле, насколько это ощущается легче для нас. Но просто подумайте о том, как ощущается, когда вы идете на природу, и насколько это больше не ощущается как сжатие, как пространство, как освобождение от всего на свете. И что, если мы можем использовать это и быть в другом месте, иметь совершенно другую легкость, но также осознать того, что мы соединены, и продолжать задавать вопрос, кому это принадлежит, чтобы получить осознанность об этом. И еще одна часть, о которой я забыл, и вот, черт, я думал, это имело такой смысл. Но давайте посмотрим на вот это. Какая разница между «я воспринимаю осознанность» и «я воспринимаю грусть» и «я грустный». Когда вы говорите «я грустный», «я грущу», то это «я грустный». Но когда вы воспринимаете грусть, то это не имеет к вам никакого отношения, и у вас появляется возможность изменить это. Из вот этой идеи, что кому это принадлежит, и вашей динамической осознанностью о телах, особенно вот в Соединенных Штатах. Завтра у нас день 11 сентября, и сколько посттравматических расстройств после этого. И что даже люди, которые никаким образом не связаны с армией, с военными, но люди все продолжают воспринимать это посттравматическое расстройство, и даже за гранями Соединенных Штатов, это для огромного количества людей. И все, что вы пытаетесь приобрести как ваше, все, что вы воспринимаете во всем мире и делаете это своим, готовы ли вы это рассоздать и уничтожить, и отправить назад отправителю с прикрепленной осознанностью? Если вы не знаете, что это такое, перейдите на страничку очищающего выражения.com, и там вы найдете информацию об этом. Это разбирает все ваши точки создания, которые вы создали на основе вашей точки зрения, и как только вы можете это изменить, то это раскроет вас и освободит вас от всего. И когда вы заходите в комнату, то вы видите, что стены, они твердые, но наука говорит нам о том, что 99% там пространства. И да, давайте будем друг друга поддерживать. И это одна из... часть этого разговора, и также является моей точкой зрения. Давайте поддержим друг друга, давайте будем друг для друга уникальным способом, который мы на самом деле можем быть. Часть причины, почему мы поддерживаем этот день осознанности суицида, это для того, чтобы развить больше осознанности в мире. И также один из великолепных подарков, и как мы можем вытащить себя из дерьма, это вытащить себя из дерьма всех других. Даже если у вас есть ли подруг или подруга, и вы... и вы... они звонят вам, пожалуйста, приди, помоги мне. Вы приходите к ним, вы оставляете свое дерьмо у них под дверькой, и заходите к ним, на вас наваливается сразу огромное количество другого дерьма. Так что просто посмотрите, каким вкладом я могу быть, кто может получить, кто может использовать мою помощь сегодня, кто может признать меня как подарок, и кто может осознать, что они являются подарком. И что, если вы можете быть вкладом для людей, которые могут получить то, что вы хотите им дадить, и это то, каким вкладом вы можете быть для мира, где люди не одиноки. И иметь людей в своей жизни, таких людей в своей жизни, и запрашивать таких людей в жизни, это не важно, это поможет вам освободиться, не важно, как вы называете, токсических отношений, но создать больше отношений, где вы являетесь вкладом друг для друга. И везде, где вы смотрите на это в своей жизни, и не ощущаете, что у вас это есть. Это то, как функционирует мир, в котором мы живем прямо сейчас. И людям не рассказали о том, что такое забота и доброта, и они также их не обучили заботиться о самих себе и просто проживать в мире, где люди избегают заботы, и чтобы добиться какой-то стандартной презентации того, что принято в обществе. Но факт заключается в том, что есть огромное-огромное-огромное количество великолепных, замечательных людей, у кого уровень заботы, он такой высокий, что если вы допустите, это будет огромным вкладом, и в том констекте проживания в нашей жизни это сейчас не является ценным продуктом. Но если вы хотя бы немножечко подарите это кому-то, это изменит и откроет совершенно другую часть вашего мира. И это то, что «Вау, я не одинок», и кто-то другой функционирует совершенно по-другому. И когда вы начинаете функционировать совершенно по-другому, допустим, как с заботой, это не то, что как будто бы вы будете бегать и подтирать всем носики. Но если вы можете связаться через Zoom, через сообщения, кто на самом деле заботится о вас, это меняет все на свете. И еще одна вещь. Очень часто мы заботимся о другим, и думаем, «Ой, я только хочу заботиться, когда люди будут получать это». Но когда мы заботимся о другим и рассказываем, что они не одинокие, «Как у тебя дела? Давай выпьем чашечку кофе и поговорим. Давай я запущу тебе бары, если вы знаете, как это делать». Или «Я был на Facebook Live, и мне стало гораздо легче, и вы поделитесь этим». Просто ощущаете, что вещи меняются, когда вам становится легче. И когда вы используете то, что становится легче для вас, просто используйте это. И идея того, что, когда вы говорите об этом, и кто-то не получает то, что вы говорите, и человек не понимает то, что вы говорите, и вы начинаете раздражаться, то это не является вкладом. Вы можете быть всем, чем угодно для того, что может изменить всех, и пойти дальше. И что я вижу, огромное количество людей в мире, они сейчас страдают, у которых есть уровень благодарности, великолепия, которые не выбирают быть уникальным, удивительным, они выбирают быть нормальным, посредственным. И когда вы заботитесь очень динамично, постоянно заботитесь о других людям, но другие люди закрываются, и даже когда вы говорите с ними, они закрываются, и когда вы показываете им, что есть совершенно другой уровень счастья, но они закрываются, потому что никто это не может воспринимать, и мы можем взаимодействовать с этим и создавать это, и быть более благодарным, которым мы на самом деле являемся. Но мы отказываемся от этого для того, чтобы подстроиться под мир посредственных идиотов. И когда я говорю посредственных идиотов, вы можете подумать, что я осуждаю, но с моей точки зрения там нет никакого заряда. Если вы посмотрите это прямо сейчас и скажете, что вау, мир на самом деле полон посредственных идиотов. Это на самом деле идиоты, или это то, где люди пытаются подстроиться, то, о чем им рассказывают сейчас, потому что у огромного количества людей очень мало радости, но есть очень много осуждений, осуждений, страданий, и им нужно бороться против всего и жить в канализационной яме. И что вам нравится, и в эксцессе есть огромное количество инструментов и эксцесс-бары, и у нас есть тысячи видео безоплатных, у нас есть бесплатные сессии, которые вы можете посидеть. Потому что, пожалуйста, говорите, «О, нет, я не могу позволить себе это». Когда вы готовы, вы позволите себе это. И также вы... Насколько вы могли бы позволить перестать придумывать себе оправдания, что вы не можете начать. Если бы я не выбрал, меня бы не было здесь, но моя жизнь стала более ценной для меня гораздо больше, чем люди, которые были в то время ценными для меня. Потому что я решил для себя, что я желаю что-то совершенно другое. И это после того факта, что я признал, что что-то совершенно другое возможно. И вы находитесь на том же пути. Просто признайте, следуйте тому волшебству, тому, что блестит для вас. И все вот эти вещи, они будут... Приведут вас к вещам, которые создадут гораздо больше легкости в вашей жизни. Я немножечко отошел от нашей темы, но есть огромное количество аспектов этой темы. И мы прямо здесь и сейчас с шансом и способностью выбрать что-то совершенно другое. И сейчас пришло время, и знаете, что, ребят, сейчас даже есть и пространство для этого, и пространство уже готово для чего-то другого, если мы это выберем. Я хотела просто признать, что вы... У нас есть огромное количество вопросов и комментариев в чате, но одна из вещей, о чем я хочу спросить тебя, когда ты говоришь об отличии, которым мы являемся, и посредственности, которой люди являются, не так давно ты говорил о том, что... что для меня открылось, это совершенно другое пространство. И ты сказал, что пространство уже готово. И что посредственность — это уровень неосознанного присутствия. И каждый из нас странный и удивительный. И когда мы отказываемся от своей странности и удивительности, мы уходим в депрессивность. Можешь ли ты рассказать больше, что мы отправляемся вот в этот миф неприемлемости, вместо того, чтобы связаться с людьми и спросить, у тебя все хорошо? И как мы скатываемся с этого? Это очень интересно, что я был... Я отправлял вопросы для интервью, для одной публикации, и меня спросили, какая самая важная тема сейчас. И я пытался ответить с тремя точками, которые работают для кого-то другого. но я решил, что я не могу этого сделать, потому что... Какие три пункта ты можешь назвать, чтобы изменить депрессивность другого состояния? И я такой... Ну, прежде всего, когда вы пойдете и обнимете кого-то, и обнимет вас кто-то, поцелует щечки, похлопает вас по спинке, и говорит, я тебя люблю, это не энергия, я тебя люблю. И это может быть, что я вообще никого не люблю, и чувствую себя очень интимидированным, когда меня обнимают. Это не то, что говорить, я люблю, когда это нужно. Просто иногда, что... Я осознал, что для некоторых людей это просто... Для каждого человека это личный опыт. И сейчас мы можем опустить все свои барьеры и не делать это из того, из того, что принято, а из того, что огромное количество людей сейчас страдает от того, что они не могут быть, кем они являются, и все говорят... ходят с говорящими головами и говорят из имиджа какого-то. И у них есть огромное количество последователей, и они думают, что они сделают себя... Они осуждают себя за то, каким они должны быть, что убивает их и не позволяет им проявиться. Но это не то, как мы проживаем в этой жизни, но люди, которые проживают из такого способа, то они уменьшают это все. Но когда вы... Что на данный момент очень важно, это быть энергией, в которой вы можете быть заботящейся энергией, просто быть энергетически, что я здесь для тебя. И когда вы являетесь этой энергией, что привет, все ли у тебя хорошо, и кем я могу быть для тебя? И можем ли мы просто поговорить? И, возможно, в твоей жизни вещи, которые происходят в твоей жизни, и неважно, я просто здесь для тебя, я просто послушаю. Что на самом деле запрашивается прямо сейчас, это более глубокий уровень нас с самим собой и гораздо глубже уровень доверия, позволения, уязвимости от самих себя и также для других. И есть две стороны этого, когда кто-то с чем-то сталкивается, и у него появляется огромное количество стресса, депрессии или мыслей о самоубийстве, и то, как вы проживаете это, и это начинает взаимодействовать с гораздо глубже уровнем нас. Огромное количество людей завязаны в своей жизни, и сейчас огромное количество людей, пожалуйста, не думайте о том, что с вами что-то не так, когда мы это говорим, но сейчас, когда люди находятся вот в этой, я бы назвал, ментальными, психическими проблемами, сложностями в этой реальности, они еще даже не признаны. Но прежде всего, нам необходимо признать самих себя, нам нужно начать признавать то, кем мы являемся, и быть уязвимыми для того, чтобы быть заботой для других людей. И таким образом мы можем изменить жизнь, изменить реальность, изменить наше будущее и быть здесь для себя и друг для друга. Есть огромное количество вопросов по этому поводу. Я, допустим, я не знаю, как находиться с людьми, которые ощущают себя жертвами, и мать 13-летней дочери, которая очень переживает, как мир функционирует, как я могу ей помочь. Ну, прежде всего, вам необходимо признать, что она видит вещи совершенно по-другому, и то, что вам необходимо сделать, это начать задавать вопросы, как она видит вещи, потому что есть осознанность, которая совершенно другая, которая есть у твоей дочери, потому что никто не спрашивает раскрыть это пространство осознанности, чтобы поступить, вступить в это место и воспринимать что-то. И есть одна единственная возможность, где у нас все перевернуто, чтобы подстроиться под эту реальность. И когда вы подстраиваетесь под эту перевернутую реальность, становитесь перевернутыми, и вы думаете, что ей не нравятся люди, она не может функционировать, она ведьма. То есть вам в этот момент нужно совершенно другое пространство, чтобы посмотреть на совершенно другую перспективу мира. И она пытается подстроиться в квадратную коробочку, но она мультифункциональная личность, которая не вмещается в эту коробочку. И что если бы вы могли запросить подарок ее осознанности, подарок ее восприятия, и если это проявится, и в Access Consciousness мы используем очень часто очищающее выражение и Access Bars, и люди, которые, родители, которые занимаются Access, то они очень помогают детям справиться и со школой, и со всем на свете. Просто когда дети начинают осознавать, что со мной все в порядке, неважно, что происходит, и это то пространство, где они учатся функционировать, и просто признать ее за то, что она является сущностью, и просто спросить ее, как у нее дела, как прошел ее день, что является правдой для нее, и когда она раздражается, то что происходит, что это с твоей перспективы что ты знаешь об этом, и когда она говорит что-то, что ощущается тяжело, это заключение, но также следовать своему знанию, это раскрывает вам больше осознанности, что вы знаете, что возможно, что вы пытаетесь привнести людям или рассказать людям, что они не слышат, и просто позволить ей знать, что вы не можете сказать никому ничего, что они не хотят услышать, и они могут издеваться над вами, называть вас ведьмой, и они издеваются над другими людьми, потому что люди говорят то, что они не хотят услышать. Таким образом, очень много вопросов, очень много вещей, чтобы начать задавать вопросы, и это то, где мы можем поиграть с этим, с личным вопросом в классе, или когда, если это вам интересно, то вы можете посмотреть на это, и если кто-то вам даст бесплатную сессию баров, это тоже может очень помочь, но давайте также посмотрим, что вы хотели бы услышать, когда вам было 13, но никто не говорил, и где вы относитесь к ней таким способом, каким вы не хотели бы, чтобы к вам относилось, когда вам было 13, и везде, где единственное слово мать выходит из вашего рта, то это все вы можете рассоздать и уничтожить, но вы можете всегда задать вопрос, кем я могу быть, чтобы заботиться о ней, и взаимодействовать с ней не таким способом, как со мной взаимодействовались раньше, и спасибо за это, что ты сказал раньше, это быть собой и признать свое существование, свое проживание, допустим, как с моей дочерью, я всегда признавала, что моя семья, я всегда признавала свою семью, но они никогда не признавали меня, из-за чего я стала депрессивной, и это очень тяжело, да, и что вам необходимо сделать со всеми людьми в вашей жизни, особенно с людьми, которые находятся очень близки к вам, все ваши проекции, ожидания, разделения, суждения, которые у вас есть о них, и все, что вы ожидаете от них, и все сопротивления, разделения, ограничения, убеждения и суждения, которые у них есть о вас, это все рассоздать и уничтожить это то, как работает очищающий выражение, и на данный момент просто ваши ожидания создают ваше ожидание создают разочарование, и вот, когда они меня признают, то я признаю их, но вы очень удивительное создание, и, возможно, для вас будет очень странное ощущение по поводу этого, но вы все странные, и люди видят нас очень странно, потому что мы не подходим под эту реальность, мы никогда не функционируем как окружающие нас люди, мы не заботимся о деньгах, и вот вы находитесь в этом мире, и есть огромное количество ожиданий, что они будут такими, как вы, а вы будете такими же, как они, но когда вы готовы отпустить все эти ожидания и не иметь никаких предсказаний, как вам нужно быть дальше, и не осуждать то, как они являются, это позволит вам выйти за гранями всех ограничений, так что, еще раз, все ваши ожидания, проекции, которые у вас есть от себя и от них, и у них от вас, все это рассоздать и уничтожить, и каким-то образом со всеми семьями, это то, где мы себя осуждаем за то, что мы не ощущаем себя как они, и ощущаем себя одинокий в своей семье, и я также хочу рассказать, что Рэйчел написала, я люблю, как ты говоришь, что ты не одинок, каждая молекулка во вселенной является моим другом, Дэйн, это так за гранями всяких страданий, и приглашает посмотреть на за гранями того, что каких-то долгов, и выйти в возможности за грани того, что возможно, да, это великолепно. Да, мне это очень нравится, и она напомнила мне один замечательный вопрос. Если бы я этого не знала, что было бы возможно тогда, и если бы я не знала вот этого, то что было бы возможно за гранями этого, потому что мы, когда мы решили, как это должно выглядеть, то это не позволяет нам жить. Мы проживаем жизнь из определений и просчетов, которые мы уже сделали, и что поднимается у нас с семьей, это правда, потому что нам рассказали, что семья должна быть самой близкой, и они всегда будут для тебя, но если вы прожили в такой жизни, в такой семье, как я, что когда человек умирает, они начинают биться, бороться за деньги, которые они должны получать, но на самом деле деньги, они призваны только привнести войну в реальности, но когда вы являетесь гуманоидом, то вы считаете, что вы неправильны, и гуманоиды это те, кто всегда они знают, что гораздо больше возможно, они всегда делают себя неправильными, и они думают, что они никак не могут подстроиться, потому что они знают, что реальность не работает самым наилучшим образом, они создают жизнь, как у других людей, они подстраиваются под других людей, чтобы создавать жизнь, так как у других людей, они думают, что они осуждают всех, но единственный человек, которого они осуждают, это они осуждают самих себя, и это то, что я просто говорю, что гуманоидах, что это совершенно другой сорт, есть хюманы, которые они на самом деле верят в корону, они осуждают всех других, и они готовы убить всех других, даже если человек просто простыл, и если я нажимаю на ваши кнопочки, то вы можете ощутить, что вы меня ненавидите, можете ненавидеть, или может вы ощутите, что вы меня любите, мне гораздо очень все равно, но хюманы, они осуждают всех и вся, и они думают, что они правы, а все остальные неправы, и если вы видите, что управлять миром сейчас, сколько реальности, и это все основано на хюманской реальности, и замечательно, и когда я говорю, я не говорю это, что хюманы плохие, а хюманоиды хорошие, это вообще не о том, я хочу просто привнести чуть больше осознанности, чтобы вы не думали, что с вами что-то не так, вы просто, ваши отличия, они не являются неправильностью, вы просто совершенно другие, другой сорт, и многие думают, что они инопланетяне, и что если это тоже верно? Очень многие люди в нашей жизни, они осуждали нас, и да, мы думаем, что мы осуждаем их, и мы думаем, что мы осуждаем всех и вся, но давайте я вам дам немножечко информацию, каждый человек, кто кого-то осуждает, он никогда не думает, что, о, я такой осуждающий, нет, они будут всегда знать, что они правы, и что у них самое правильное осуждение, что все точки зрения у них будут осуждающие, и если кто-то с ними не соглашается, они неправильны, если вы постоянно смотрите, насколько вы осуждающий, насколько вы воспринимаете осуждение других людей, и кому это принадлежит, и тогда вы решаете, что вы плохой человек, за то, что вы осуждаетесь, но каждый человек, который осуждает себя, он никогда не подумал о другом человеке, что тот не такой, и сколько вы пытаетесь подстроиться в хюманскую реальность, и отказаться от себя, все это рассоздать и уничтожить, и везде, где вы осуждаете что-то, это может быть что-то, с чем вам нужно научиться обращаться, но вы этого еще не знаете, так что вот вам еще один кусочек, и что это вам дает, это совершенно другую осознанность о том, что возможно, и что другие люди не хотят иметь, и осознанность тому, что вам не нужно быть, что вы не одиноки, даже если они вас называют недостаточным, или сумасшедшим, или ведьмой, или везде, где вас называют, что вы неправильные, а неправильные, то моя точка зрения в том, что вы гораздо лучше, чем кто-либо, менее глупые, менее более осознанные но на самом деле насколько вы осознанны, чем кто-либо другой, и какие возможности вам открываются, когда кто-то увидит в этой реальности, как люди из этой реальности видят вас сумасшедшим, или кто подавляет и насилует людей в этой реальности, кто тогда становится нормальным, и сколько из нас является таким образом, и сколько этот разговор не о том, чтобы ненавидеть людей или делать их неправильным, это не о том, это просто огромное количество людей делает это с вами, что вы не хотите осознать, и угадайте, что, ребята, вы любите, вы не боретесь, вы заботитесь, вы не обещаете целительство, неправильный, и что если это не то, что ты неправильный, и ты приходи к нам, а что если нет ничего правильного и неправильного, что все включено, и ничего не осуждается, и что если ваша неправильность это самый замечательный голос, который вы можете проявить без каких-либо осуждений, осуждений и неправильности. Давайте просто наденем штанишки больших девчонок и мальчишек, и начнем и займем то пространство, которое уже открыто, пространство уже есть, и мы являемся этим пространством. Да, спасибо, великолепно. И со всем вот этим я бы хотела напомнить, что часть этого пространства, чтобы выйти за грани, это аксесс-бары, и Лори написала, я не знаю, что я не могу изменить свою посттравматическую депрессию, посттравматическое расстройство и огромное количество депрессивных расстройств. У меня была сессия аксесс-баров, и мой терапевт после пяти встреч сказал, что я с этим всем распрощалась. Вау. И да, каждая сессия, она совершенно другая, и мы не говорим, что вам нужно это сделать, но если вы желаете, вы можете найти фасилитаторов или практиков на сайте Access Consciousness и на сайте You 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 Не Одинокий, и вы можете задать запросы по стране или вокруг вас, или рядышком с вами, и мы также бесплатные Access Bar клиники или водные вебинарчики, семинарчики будут проводиться по всему миру, и если вы хотите посмотреть этот Facebook Live, мы также в воскресенье будет бесплатная сессия и ESB, извиняюсь, и это будет на Zoom, на вебинаре, и можешь ли ты рассказать что-то, что это такое, и что это может изменить, да. Спасибо. Сразу после того, как я выбрал жить после баров, я встретился с Гарри Дагласом, и я был хиропракт, костоправ, который думал, что он ничего не может сделать для своих пациентов, и он пришел в мой офис и сказал, первые два уровня, которые ты делаешь, они не работают для меня, и переходи сразу к третьему, и я такой, я даже не знал, как это делать, это, я только начал этому обучаться, он сказал, ты просто следуй, следуй энергии, просто иди, посмотри на то, что необходимо моему телу, и я не знал, как это сделать, но после этого, после того, как я проработал с Гарри, через 45 минут произошла огромная трансформация, весь мой мир перевернулся, и через 20 с большим лет я фасилитировал класс, и эта энергия появилась, которую я назвал ESB, потому что это энергия того, что мы можем дать людям, чтобы они могли быть частью этого мира, особенно, если вы не верите, что вы являетесь куском дерьма, во что я не верю, и я показываю людям, как использовать этот доступ с энергетическими способностями, открываю доступ людям с энергетическими способностями, и что я, к чему я прикасаюсь, это убираю все, что не позволяет вам увидеть то, что пространство открыто уже сейчас, я делаю это как подарок для вас, я делаю это как подарок части того, чем Access Consciousness является, и признает, что мы создаем очень изменения, которые уже проявляются, можем их активировать, и все, что вы можете сделать, это просто присесть или прилечь, закрыть свои глаза или нет, и мы начинаем менять весь мир, кто знает, каким образом, и это начнет совершенно другая реальность проявляться, это не то, что вы, что я вначале сказал, что вы не можете рассказать кому-то о другой реальности, вы можете вдохновить их, вы можете показать им, но это подарок, который я даю вам, чтобы иметь больше пространства, чтобы навигировать, проводить мир самым уникальным образом для вас, вам нужно зарегистрироваться на это, это будет на Zoom, вам нужно, потому что я это делаю только для людей, кто зарегистрирован и заинтересован, и у нас будет также перевод на многие, многие, многие языки, более 20 языков, и кто-то написал, что я еще не получил ссылку на это, мы отправим вам ссылку незадолго до сессии, и также для вот этого лайфа, который мы делаем сейчас, вы можете найти там ссылочки, я размещу это в комментариях прямо сейчас, ссылочку, где великолепные переводчики загрузят вам перевод, и мы также разместим это, если вы найдете нас на YouTube или на accessconsciousness.com, и вы сможете там найти переводы, и Дэйн, спасибо огромное за этот разговор, и за то, кем ты являешься, каким вкладом ты являешься, благодарю, благодарю, мисс Эмили, ты вообще за гранями того, что возможно, что ты являешься приглашением в мир, где вы не одиноки, и ты являешься также пастухом всех котят, спасибо тебе огромное, спасибо всем вам за ваши вопросы, за ваши комментарии, и на самом деле, если вы ищете что-то большее, то перейдите на сайт доктора Дэйна, это drdane.com, и там вы можете найти книгу «Быть собой меня мир», «Шепот тела» и тысячи видео, если вы заинтересованы, вы можете найти еще большее, «Секс из Канчусснас», вы всегда можете найти что-то большее, и это всегда, чтобы вы знали, что вы не одиноки. Спасибо, Дэйн, спасибо всем. Дэйн.